Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. На службе народов Европы ЮМДФ представила свой избирательный список. Никол Пашинян, наше сближение с ЕС не подразумевает заговоры против России. Армянские саперы обезвреживают мину в Сирии. Российский телеканал о гуманитарной миссии Армении в Сирии. Карта конфликтов Джамму и Кашмира. В провинции Хакари объявлена особая зона безопасности. Реконструкции ведутся в крепости Аскеран. BBC подготовила программу об благотворителе Гаусте Бельбинкян. Союз французских мусульманских демократов будет участвовать на выборах Европы под лозунгом «На службе народов Европы». Первая предвыборная встреча состоялась в субботу в Вальс-Валине, где присутствовали Басам Тахан и Наджиб Азергуи. Это первая встреча в преддверии выборов, которые состоятся 26 мая. Это была первая семья встреч, запланированных до 4 мая. Другие встречи состоятся в Марселе, Лилле, Страсбурге и Париже. Азергуи считает, что мусульманские избиратели были преданы в частности президентам Оланнам и Макронам. Мы слышали красивые слова, но нас все еще считают внутренними врагами. Мы должны дать политический ответ. ЕС не ставит перед Арменией вопроса о геополитической ориентации. Повестка сотрудничества с ЕС полностью ориентирована на осуществление реформ. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пшинян, отвечая на вопросы членов комиссии Европарламента по внешним отношениям. Несомненно, наше сотрудничество с Россией очень важно, поскольку мы продолжаем оставаться стратегическими партнерами. В отношениях Армении с Россией и ЕС нет и не может быть противоречий. Эти отношения прозрачны. Считаю важным подчеркнуть, что наше сближение с ЕС не подразумевает заговоры против России, точно так же, как нет заговора против ЕС в наших продолжительных отношениях с Россией, отметил Никол Пшинян. Считаю чрезвычайно важным сотрудничество в сфере энергетики. Мы намерены развивать сотрудничество в этой сфере с Россией и Ираном, отметил премьер. Два российских телеканала подготовили репортажи о саперах Армении в Сирии. Они рассказывают о работах армян по гуманитарному разминированию и показывают, как армяне обнаруживают и уничтожают пять мин. По сообщениям российских СМИ, российские подразделения оказывают помощь армянской стороне в Сирии, поставляя оборудование для разминирования. Саперы также разминируют минное поле возле поселения Аль-Хусейна, чтобы обеспечить безопасность жителей. Во время съемки демонстрируются четыре мины, три советского производства и одна итальянского производства, которые затем уничтожаются перед камерами после перемещения в безопасное место. На прошлой неделе МИР стал свидетелем одного из самых интенсивных столкновений между вооруженными силами Пакистана и Индии за последние несколько лет. Это военное противостояние снова поднимает вопросы спорных территорий Кашмира и Джаммы. Вооруженные силы Пакистана уничтожили два индийских самолета Сухои, которые пересекли воздушное пространство двух стран. В ответ Индия настаивает на том, чтобы их вооруженные силы уничтожили пакистанский истребитель F-16, несмотря на утверждение ВВС Пакистана о том, что они не использовали военный самолет во время конфронтации. В настоящее время создается впечатление, что военные действия прекратились, особенно после того, как правительство Пакистана освободило индийского пилота. В провинции Хакари была объявлена особая зона безопасности. Он распространяется на 30 районах провинции. В заявлении, опубликованном властями, говорится, что, исходя из соображений безопасности, власти объявили особую зону безопасности на 15 дней в 30 районах провинции. А пока въезд и выезд граждан на места будет запрещен. Напомним, что 29 декабря 1917 года Советская Россия приняла декрет о турецкой Армении. И по этому декрету право армянского народа на самоопределение и в дальнейшем на независимость. 19 января 1920 года Верховным Советом Союзных Держав де-факто 11 мая 1920 года во время конференции Сан-Рема де-Юре была признана независимым и суверенным государством. 22 ноября 1920 года президент США Удро Уилсон начертил границы Армении. Следует отметить, что Западная Армения не была признана Организацией Объединенных Наций из-за ее оккупации Турцией. Напомним также, что в 1894 по 1923 годы на оккупированных территориях Западной Армении коренной народ Армении подвергся геноциду тремя турецкими правительствами. Реконструкция левой части Аскеранской крепости продолжается при финансировании правительства Республики Арцах. Об этом корреспонденту Арцах Пресс рассказал Арман Григорян, начальник отдела по изучению и реставрации памятников истории и культуры Министерства культуры по делам молодежи и туризма Республики Арцах. По его словам, восстановление крепости началось в 2018 году. Работы по реставрации крепости и башен продолжаются. Строительство лестницы ко входу в крепость также началось. Григорян также подчеркивает, что целью реставрации крепости является сохранение памятника, а также повышение интереса к объекту со стороны туристов. BBC передала программу, посвященную армянскому финансисту, коллекционеру и филантропу Галусту Гюльбинкяну. Ведущий Раджан Тадар пригласил правнука Гюльбинкяна Мартина Есаяна, доктора исторических наук, автора новой биографии Гюльбинкяна Джонатана Конноли и профессора истории бизнеса Джуста Йонкера. Обсудили влияние семьи Гюльбинкяна на развитие экспорта нефти в Стамбуле. По словам Джуста Йонкера, семья Гюльбинкяна была вовлечена в международную торговлю между Стамбулом и Францией, Великобританией и Россией. По словам Мартина Есаяна, на развитие бизнеса в первую очередь повлияла любовь и терпение бабушкина в арт. Этот брак был выгоден Галусту, потому что он открыл перед ним стамбульскую коммерческую элиту, добавил Мартин. По словам ведущего, Гюльбинкян имел привычку проверять документы. Гости также отметили страсть Гюльбинкяна к коллекционированию произведений искусства. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Люсняк Кишер» в исполнении Ливона Мадаяна. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!